Еще меньше пластиковых карт в карманах и кошельках. Скоро в подмосковных автобусах можно будет расплачиваться виртуальной картой «Стрелка». Раньше, чтобы оплатить проезд, необходимо было иметь при себе пластиковую карту. Сейчас для этой цели необходим только лишь телефон. Очень удобно и практично. Все, что нужно – мобильное приложение «Стрелка» и смартфон с бесконтактной технологией NFC. Это первая в России виртуальная транспортная карта. Раньше оплатить бесконтактным способом могли лишь держатели банковских карт. Эту возможность ввели для пассажиров в 2018 году. За год доля тех, кто предпочитает при оплате пользоваться телефоном, возросла до 40%. Люди голосуют за мобильность, простоту и экономию времени. Люди спрашивают, что люди, которые приезжают в Московский область, где им купить карту «Стрелка», необходимо ехать либо на вокзал, либо еще где. Мы, в принципе, и так сделали достаточно широкую сеть распространения карт. Но надеемся, что любой человек, который приезжает в Московскую область, легко и доступно в течение одной минуты сможет выпустить себе карту и пользоваться скидками на общественном транспорте. Виртуальная карта сохраняет все преимущества пластиковой стрелки. Например, после каждой десятой поездки скидка для пассажира увеличивается до 35%. Это также удобно, как оплата банковской картой, только выгоднее. Еще одно преимущество – безопасность. При потере пластикового носителя зачастую были случаи, когда злоумышленники могли воспользоваться картой. Здесь, соответственно, карта защищена двухфакторной защитой. То есть это пароль или распознавание лица или отпечатка пальцев к самому смартфону, ну а дальше пароль к приложению «Стрелка». Пока карта работает только в телефонах на платформе Android. Но в будущем появится возможность использовать новый способ оплаты и владельцам айфонов. Сейчас виртуальную стрелку тестируют. Проект дорабатывают, исправляют недочеты. Но к Новому году, обещают разработчики, ее запустят на территории всей Московской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова